Накануне Сергей Меликов посетил ряд социальных объектов Дербента, первым из которых стал строящийся дворец спорта. Комплекс расположен на берегу Каспийского моря и рассчитан на 2500 мест. Он будет включать в себя многофункциональные залы и универсальный атриум для проведения форумов и мероприятий. Также в нем будут проходить тренировки по единоборствам и игровым видам спорта. Работы планируется завершить к концу 2026 года. Далее руководитель региона посетил северные очистные сооружения. Их строительство полностью завершено. Сейчас на этом объекте проводятся пусконаладочные работы и устраняются дефекты. В рамках встречи глава города Рустамбек Пермагомедов отметил, что запуск первого этапа механической очистки запланирован уже на ноябрь текущего года. Отметим, что мощность очистных сооружений 25 тысяч кубометров в сутки. Объект обеспечит очистку канализационной источной воды от мусора, песка и других твердых элементов. Последней локацией рабочей поездки стал Центр социальной помощи, адаптации, реабилитации и обилитации детей. В новом медицинском учреждении будут оказывать помощь на амбулаторном этапе, а рассчитан он на прохождение реабилитации 600 детей в год. В Центре созданы все условия, направленные на развитие детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. Кроме того, ребятам помогут раскрыться, проявить свои способности и взаимодействовать с окружающими. Отметим, что это второй подобный центр в Дагестане, который открывается при поддержке сенатора Сулеймана Керимова. Первый открылся в Каспийске в феврале этого года. В Центре уже прошли реабилитацию более 200 детей.